Всем привет, дорогие друзья, с вами AralTV Сегодня мы продолжаем играть в Mafia 2 Defiant Edition Игру для брутальных мужиков и пацанов, которые реально серьезные И умеют, и знают, что такое деньги, короче Итак, новый день, Вита у нас в Труханах Вчера, я напомню, точнее, ну вчера в данном дне и в прошлой серии у нас Мы вышли на свободу после тюремного заключения И нам подогнали хату, а также Джо любезно согласился оплатить нам первый месяц Этой хаты, что довольно круто И сейчас, на данный момент, Вита отдохнул после попойки Которого было в прошлой серии, обязательно посмотрите Это было что-то с чем-то такого, я еще в своей жизни не видел Я именно самая крутая попойка в мире Включим радио, и, собственно говоря, оденемся Нам нужно выйти, оденемся в шкаф, переоденемся Такой музончик, кстати, думаю, нам подойдет вот этот костюмчик в этот раз Наденем его, заглянем на кухню Перекусим чуть-чуть, а то, а то туалет Спустить воду Да, туалет чуть-чуть почистим Открым-крым, а нахуя, типа, вот это все сделали Тип, все равно же мы цены нельзя Давайте заглянем Ооо, позавтракаем, конечно же Что, можно, пожалуйста, только туда Взять еду, скушаем сэндвич Очень вкусно, я даже сам захотел этот сэндвич сожрать Он такой аппетитный Свисковый, ну и, естественно, запьем это все бутылочкой пива Мастер Раньше у нас было пиво Штольц Ох, опять божественный свет И мы выходим, мы готовы, собственно говоря Так, естественно, надо все сэкономить Потому что, ну, точнее, сэкономить все нам это надо Дело, чтобы у нас, короче, понимаете Не тратилось это все Закроем все двери и выходим, собственно говоря Мне так нравится то, что хату закрывать надо Просто, пиздец, сразу И посмотрим сейчас, что Джо нам продолжит Какую работу, потому что он, казалось, согласился нам Помочь, опять же, вместе с ним работать В этот раз мы будем работать, осторожнее, сказал Вита Я ему верю Потому что, говорю, мужик серьезный Так Это еще что за хрен Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди Да, кстати Пацаненка жил напротив моего дома Мне надо было грузовик забрать Че там, код, бля, какие-то, че там происходит А что за грузовик? Да Он нам денежку принесет Прыгай по дороге, объясню Садись за ручку Все, понял, сейчас у нас есть нам задриверсайт Ладно, приверсайт Ладно, приверсайт Ладно, печать или оставь, не повредите гуру Ну да, можно сказать и так За пиздец вообще ночка была Думаешь, труп закопали? Прям мечтал Выйду и... Бля, пробка какая-то, сука Да, драк И за это спасибо Но за то, что было потом Благодарить не старт Ладно, ладно Слушай, сегодня все будет куда лучше Надеюсь, все будет лучше Потому что в прошлый раз это пиздец реально было Потому что я чуть не сдох от стыда И Витру в том числе Ну и естественно, конечно же, капать труп Выйдя после тюрьмы Это прям... Только Джо мог это сделать Собственно говоря, он нам это организовал Тут нет, кстати, радио-то, что в этой махине-то Мне-то, кстати, Джо сказал По пути все объяснил Но нихуя не объяснил Типа, что за груз, кому пизда Кому надо, что доставить Дороги стали вот и... Скажем, там, в этом городе гораздо удобнее Чем в прошлый раз, когда мы еще до тюрьмы Типа, что завела Заезжаю в пару мест Распродаем сигареты Потом отгоняем грузовик обратно О сигаретах наркотики, да? Как первую часть О стойко Помнится, меня как-то раз за решетку упекли За такой вот раз плюс Да, кстати Не волнуйся, я уже этим занимался Давай в реверсайм По сути дела, Витя И мне спасибо скажешь По сути дела, Вита должен бояться Очень сильно сейчас делать какие-либо криминальные Дал, потому что говорю, на учете стоит Но с другой стороны Джо так как не сидит, блять У меня такой вопрос Почему постоянно ему все это сходит с рук? Как так выходит? Я не понимаю Почему так выходит то, что Джо постоянно торгует Всю свою жизнь, чем угодно Имеет шлюх, имеет огромные деньги И хороших бизнес-партнеров Но его никогда не сажают в тюрьму Зато Вита за три дела Маленьких делок, которые приехал с войны сделал Сразу посадили в тюрьму Представляете, то есть он неделю проработал только Неделю После того, как приехал И сразу его упекли На десять или сколько, семь лет Это жесть какая-то Серьезно Я просто не понимаю Как так выходит? Ну да ладно Надеюсь, что в будущем у нас не возникнет никаких Либо проблем С копами А даже если возникнет, то мы их порешаем Не упить Не упить Как это слово? Не упячься Ну пячку, скажем так Вот Блядь Что-то грузовик какой-то у него Очень Плохая Поворотливость Так, куда нам нужно подъехать-то? Вот сюда направо, да? Парковка, да, я вижу Там какое-то дело Сейчас сигаретам и продавать походу Надеюсь, что интервал А, мы уже убили Мы уже убираемся с клиентами Эти парни покупают у нас груз Пошли со мной Давай посмотрим Надеюсь, что все купят Да иди на копейки Давай лезь наверх И подавай товар Все, понял Ну, знаете, так просто Никакой отдел не проходит Это, подай блок красный Так, красный блок Короче, так просто ничего не было Да, вот его И поэтому я думаю, что сейчас Какая-нибудь хрень произойдет Я уверен Хотя вроде нормально все Деньги он заплатил А вдруг фальшивые бабки Чай О, два бакса за одну упаковку Курить нечего У меня блок синий А, тут типа, я понял По блокам все продают То есть не упаковка Я думал, тут типа оптом продают Давай Ну, бля, 6 долларов Хотя, если по всему городу кататься Можно так быстро все распродать Есть Это мелочь какая-то Два дула Несколько часов спустя Ну-ка Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка Нихуя Окопа за нами приехали, да? Бля, ху Уже даже заехал Сука А окопом тоже сигареты нужно? Мы вам можем брать Как дела? Как всегда блок-синий А, это он тоже за сигаретами Я помню Или он нам сейчас что-то предъявит в этот раз мне белая белая у нас есть белый вообще на улице давай блок белых ну кстати они быстро довольно распродали за пару часов а где белый блок белых воду блок белых отлично давай сука он арестовать нас не сможет но вроде это как типа легальный бизнес сигареты вроде тут ничего такого нет спасибо а теперь исчезли отсюда понял на все поехали садись в милдом что понятно мы поехали на другую точку мы серьезная бабушка насколько мы струбили ты бы хоть сказал потому что он плюс 2 бакса показывал столько шесть раз надеюсь нам конце заплатит до коп уехал отлично сигарету купил все хорошо но я кстати не могу понять за что вообще должны блокировать сигарет это сигареты продажи типа нелегальной продажи еще без лицензии в основе дела может любом бутик продавать эти сигареты но эти маленькие киоски чем наш хуже натуре тем более писать первом году там же можно было все делать и полиции не нужно ну может я каких-то законов не знаю но насчет серьезных бабок я не знаю можно ли понять за практически легальный бизнес блять практически легальный бизнес марки тоже на эти работы и ты видит парни еще и 18 может меня выполнять не знаю ком идет речь он думает он гангстер слишком много в кино ну типа максимализм все прочее вот как умник он мне тебя напоминает в том же возрасте интересно что неделя после встречи с тобой два года ловил пули в европе а потом шесть лет сидит шесть лет сидел не хуй как любого сидеть да ладно да вот витам все-таки в мою позицию сейчас только что сказал джо да пиздец реально восемь лет потеряно охуеть просто жесть ну да ладно надеюсь все обойдется и говорю этот бизнес вроде как более-менее легально за него посадить видите даже москопом покупает сигареты ничего такого нет вот я вот люблю такие на самом деле идеи бизнес который мешает законник это приносит много денег это кайфово на самом деле вот меня только единственном просто откуда сигареты достали они вот это вот непонятно а прикиньте опять мы сейчас продадим компакт сигареты потом скажут вы задержали то что продавали нелегальные сигареты типа садитесь опять же именно виду задержат не джо это будет очень смешно я просто я просто представлю как вита будет ненавидеть автобанная леска и водишь прям как мою бабу да чё не так ты ли цифров как тех я не понимаю в чем в чем проблема то мы гоним на быстро на следующую точку естественному бы врезаться уж я не знаю ничего прям так и по правам ехать чувак мы мафиозники какой какие права нам нужно быстро все это сдать тем более на скорых высокой счастливы все нормально копы нас не увидели человек долго то ехать надо в конце концов да какая вот джо серьезно не виси меня лысый не беси меня я чел должен вот так вот стоять на каждом переходе и два часа ждать пока машина тем более с этим грёбаным грузовиком я же говорил все как по маслу не особо рад почти загладил эту почти нужно еще бабки от на что может быть лучше свежий воздух отличная компания да еще и хорошие бар свежий воздух свежий воздух на решетке мишу лакова если следующее несколько часов будут похоже на ведь я все хочу вот это наша вида но я пока что с трудом могу поверить но обычно знаете вот любая миссия мафии она изначально планируется но потом она идет это по-другому то есть либо копы накрывают либо еще что-то и сейчас такой намек был небольшой как будто нас туда накроет и что-то мне какое-то предчувствие говорит о том что так она и будет ну а давайте пока продавать сигареты надеюсь что все хорошо будет но эти сразу приехали бля пиздец как будто все нахуй сразу видят грузовик сразу сигаретами не блок синих если мы давай 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 да да легко он они блачу а вот его неплохо можно кстати одному так работать принципе то чё пускай подходит красном калитке блядь ну да я думал автоматически берет сука знал что ты справишься для работы то легкая ебти коробки только брайды и все но опять же не может быть все так просто не бывает такого в конце и бывает может быть я хз ну о какие-то какие-то приехали чуваки я же говорил что что-то будет не так я же говорил сука маму а это другой дом приехали что продаешь парень опа вернулся даете возможно мы толкаем сигареты блок 2 бакса целый ящик сотня как тебе такой отдаешь 10 блоков и тогда может я сказал начинается но хотела на моих посеком это же это же не полиция свою тачку со своей младшей группой а я притворюсь что я тебя не видел сойдет ты не врубаешься даже люблю это наше место все мы заплатим кулаками то в принципе да вот навита гнать навита это уже реально опасно он и тюрьму прошел и войну прошел уж сколько он всего зная отсюда и с кем я говорю ну ка жирным итальяшкой который толкает по мелочи краденая курева на моей улице так что прикрывай лавы ну да я говорю ты типа вот они управляют это улицей будет распродана бля сигарет сука подожгли морду начище твою ну собственно говоря рассчитались да давайте проучим сука жалко за сигарет это продали бля мало я сейчас пол продавлю джо быстрее не будет на уж машина-то гонит хоть и быстро у нас рите радиатор если на быстро и 5 гражданские машины все как будто потеряли смотрите ни одной почти нет он появились ладно блять мы реально что-то встаем как-то сильно он что-то гонит вообще пизда как медленно хотя и радиатор нет нормально 120 сколько 80 километров чаще мимо она еще дрифтует хорошо неплохо неплохо китайский вартал так ну ладно нет обидно конечно сигарет реально могли бы спокойно это все продать без всяких приколюх а тут блять еще какая-то он рисовал теперь обсудить цели ищи ближайшую будку и позвоним найдите ближайшую телефонную будку а где интересно как вообще это выглядит будка на указано как-то на карте мне все-таки . чуть не доценил на реально быстро просто это надо по сюжету короче надо этих чуваков реально приучить также как им помните 1 мафии делали всех прижучили нормально и всего отношу будку без каких-либо проблем всех по чик или и потом заняли весь город вот так вот нужно с ними только так как они так и мы с ними в принципе у вас есть 510 долларов блять еще нужно короче этот какого плать деньги платить за телефон нихуяся ну ладно потратим сколько там доллар сколько интересный фон стоит не мне но не спад на давидом у нас тут проблема вы толкали курева а потом внезапно появились эти при алине щеки и подожгли грузовик да да мы худеяли просто не вы не виноваты ясно они подожгли грузовик мы не успели понять что происходит где этот джо лаком стоит ладно мы подстрелили 1 у нас две проблемы появился даже помню да конечно эти не волнуйся мы разберем так ну понятно нам нужно приехать на место и потом там уже решить проблемы бешеную ложь хорошая новость он нам поможет плохая новость эти требуют свои деньги все те же две штуки пиздец ты же не думаешь что из этих высыпется 2 косаря я не знаю смотрим чурами грузовик столько стоит надо внутри надо просто парочку машин продай этому чуваку которая свалки принимать и все и проблем не будут ну я так считаю хотя а прикиньте если бы мы эти рвалы металл в трубку а то а я на какой сейчас да учитывая то что он сказал что чтобы спокойно покуска вытрясу два дня уже сколько насмарку шли в трубский работает на этих он человек дырка дырка в команде я тебе что доктор это ты же будешь брать . быстро реально нравится на то что пашечной все перебиваемся всем что мимо пробегает так все вот он приехали реально дачка быстро мы опять какая знакомая песня где-то и услышал я не помню тоже как мистер санга тоже ой то что чем которая зареком работали на в порту я сегодня с вами пойду стива нужно было по это начинающий который 18 типа это не пацанова пора учить ладно стив что мы тут делаем а те ребятки которых мы ищем в литейный они там обычно ошиваются так что начнем отсюда а потом сходим в лететь нам нужно их искать эти уроды разбили машину еще два ксаря блять как-то найти вывели три зуба да уж ублюдки поганые от них по всему городу одни неприятности ваться сейчас я говорю так что как сказано в библии око за око зуб за зуб ну с этой дыры и начнем понятно сначала разнесем тут все к черту и как мы это сделаем у него по-любому припязан какой пенниган о это же томсона ты нам либо помогаешь либо не мешает про учим уродов как следует блять такой пацан странно такое было все за хуйня такая дабыла пиздец чё просто стрелять оброны бесконечно суку надо барта это вот это у меня что же просело ёбки посмотрите бля у меня просело все нахер 20 пас пацаны ёбаные мелочи вот эти вот или это оптимизация такая у меня с каждой из каждой разного пас меньше и меньше нет не надо я не хочу чтобы игра вылетела но у меня походу патрон еще закончится блядь пацаны просела нахуй берите и швыряйте внутрь с удовольствием стим блядь чё делать-то сука из этих мелких деталей которые там осыпались у меня теперь все пролагивает так возьмите в багажнике 1 пацаны я говорю ни при чем тут это не ожидал такое что будет ладно получается подожгем сейчас пройдет одна чё-то надо сделать то погоди я забыл что-то багажнике к нырмута и подождите бар а бар понял вот так вот нахуй все хорошо горе горе ясно чтобы не погасло чтобы все было хорошо хватай бутылку и швыряй что тут сложного я так и сделал блять а это этот чел китайцы понял ну пацан кидай блядь идиот сука ты будет им урок походу ваще и какой-то чувак не особо теперь пошли влететь бляжа взорвалось сутка вита весь грязный смотрите на одну костюм то потом почистить жалко конечно такой хороший костюм испортили блять езжайте к старой литейной она что тачка где а вот она сейчас мы отъедем от этого места я думал fps побольше будет где-то на потому что в у нас здесь нормально так продолжаем вот сейчас уже 20 стал сейчас и город видим от этого поганого места сука что что коллагает саны у меня было в киберпанке ты 20 20 20 года 120 fps я играл последняя серия у нас было да кстати посмотреть последнюю серию обязательно а тут 20 fps съемы на переделки которая графика то не особо идеально что происходит пацаны а вот теперь хороший fps пацаны видели да видимо та хрень уже отгрузилась это маленькие детали такие блять или 100 сука и у меня радио само по себе поменялось так нам теперь короче нужно получать завод разграбить их вернуть все-таки 2000 долларов или как вот там короче грузовик там заплатить сука на полную работу наделать мне это бесит ну еще привет на нахуй и по дороге блин и желтого а стив ты кстати вместо чем показалось что он ничего не умеет оказывается он хорошо убьет отлично вам крышка спасибо брат черт у них пушки они попали на это все это чел кстати нормально такой мелкий которым все-таки сможет помочь и блять надо укрытием это тоже все бля бошка попал неплохо и все-таки опять московские разборки появились давайте дальше мы принципе тут там было говорил он не с нами поплыли так это так сука хп мало надо восстановиться сейчас секунду мне нравится то что хп почти до максимум устанавливается здесь там куда чем блять сука это моё укрытие же иди нахуй из-за этого красного нихуя не видно абсолютно так все мы их мы начинаем сжать мы начинаем прижимать оси в кровь да это реально все тут пацаны крутые даже мелкий пацан смог уделить какого-то этого лететь называется мадюганы нахуй ты врезался в ящик ключу еблан что ли сам сдох зачем-то блять дебил влево сидите на нахуй вот так вот давайте поосторожно так вот их убивать издалека лучше будет для патронов немного у меня на нахуй по ногам стрельбом по ногам патронов мало надо буду еще найти сейчас у этих чуваков в карманах наверно есть они на давай давай целься да блять по ногам ладно давайте идем вперед тут еще один человек есть на нахуй группировка называется что-то я не много не припомню так бы называл так просто пацаны давай отлично блять патроны патроны нужны о молодец поджег блять эту хуйню последний остался все мы всех уделали всех по чикали красава просто чё дальше взрывать будем или как а еще будет для походу еще у нас будет постоянно только у меня патронов а вот у меня же еще этот маленький кольтик есть вот сюда вот у сюда они убегают они заспугались испугались нас абсолютно у них серьезные пушки дарит тоже уже винтовку выкатил джо тоже начинает стрелять нормально а вот у меня ничего нет в комплекте или есть то есть томсун погоди к вот так вот отлично блять обратно залезай чел там слишком опасно вот так у будем из-за угла стрелять так где там еще вот он блять прям перезарядка на том моменте как он вышел давай 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 на на попался отлично последний патрон это будет ключевой он должен тип голову болеть спину попал так у меня еще есть кольтик надо патрон пособирать у трупов все мы почти всех завалили уже прости о патрон для кольта отлично так продолжаем гнать нам нужно их всех уделать эти уже спереди дай джо и прочее даже все уже наши челики уже даже а этот мелкий то с нами чел ты который играй меня да он с нами отлично блять у них это мало сушить на можно дальше уже да можно дальше так вот вот так вот ну ка блять перезарядка сука давай давай на поле твое имя у пули его имя давай ножку примут их и я бы хотел прям камшотом прям конкретным в голову на нахер все отлично камшот ну а тут уже сразу убегает я за свои хочешь тепле держать я прикрою так сейчас хп прикрывай пока давних это мало у них хочу коктейли молоко сука то опасно надо было а так в принципе мы и бьем большинстве случаев да они уже сверху отлично мы очень много кстати этих чуваков убили они реально не могут нас всех убить ни одного еще не убили два часа чё-ка конетеливался яйца свои тоже нет много 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 у них это мало у них это мало быть мы за домиком и броми дробовик он прямо в голову мне из дробовика но дизельку и то со сохранения хочу с самого начала начинать не хочу с самого начала начать пожалуйста пожалуйста не хочу самого начала начинать но не самого начала или самого начала они не самого начала по до с момента где короче вторая потасовка началась это видимо краски сохранения было чтобы чтобы вот на такой случай короче но ничего мы сейчас эти кто половина чуваков убегают а вторая половина пытается убить с помощью вот этого места хороший пулеметик жалко что кончился я короче вот тут будут как всегда брака прошлый раз вот тут и стал и потом так устрел и бать у них зачистка жесткая молодцы парни очень молодцы прямо респект ос респекта за такую зачистку посмотрите правом втором пробежали уделали всех абсолютно это это просто бомж какой-то а я чё за пушка о неплохо это же пушки которые нем короче пользовались вроде как так на уже скрытно пробежать и вот этого чувака убить но типа как пузи только старая еще и сквозь пробивать неплохо воду бошка упадает отлично жалко что патронов только мало ну понятное дело тут один наш это наш куда мне неплохо и может за пушка кстати вот только у других я ее не видел половину у половина кольтов учил чуваков а остальная половина хочет ходит короче с томсоном и вот таким пукалями но их довольно мало поэтому патроны пополнять с помощью них это наверно будет очень трудно так как обычно рашим давай давай выходим вы быстрый патрончик встретили один патрон 5 где-то которых меня попали этих чуваков только чтобы я попробую но не гарантирую потому что самому прикрытие нужно не забывай к ебанули кстати да мы вроде прошли уже дальше так давайте другую чок возьмем у нас больше патронов у него куда дальше идти а вот там вижу так а это все всех убили для так понял всех убили а этот что какой-то дом этого ходу дом да слушай все это как-то совсем уже да жесткая перестрелка мы что должны были стоять и ждать пока нас расстреляют это тоже верно потому что как еще по другому конфликту мяча не снимает пойду домой напьюсь к остарке и прочищусь недели две продуть не могу ну я позже здоровье у нас же еще дел по горло до встречи но то не обязательно было говорить эти два куска нам сколько потянет вот такая тачка это черт да ты гений эти блять вы серьезно как минимум штуку за каждую отвали вы серьезно блять я когда ехал сюда говорил об этом баре говорил о том что можно продать машины вот под подобные нет блять ему что-то не так к наша миссия продайте уход рот дорогу в долгах понял я говорю сразу надо было просто грубо говоря любую машину у кого просто то и сланки стоять и все тачки угоняйте продавать ему опять этого машины тут как убийство и короче говоря просто продавать любую машину абсолютно любой барахол уже говорю что оплатит за любую тачку абсолютно вот эта удачка стоит касать долларов ну хотя да стоит касать долларов это не так уж и много но именно для машины конкретно так что я вообще не понимаю можно было в любую машину блять продать могу скобаться либо чего-нибудь зарабатывать реально это это же это же проще потому что вряд ли ну грубо говоря вот так вот бежишь машину любую убиваешь водителя и все ну где-то там машину на угле где-нибудь ищешь любую вообще даже этот грузовик подает и продаешь и спокойно все она проблема я вообще не понимаю не задеду машину тоже такая мощная гоночная такая удовольна а им что именно нужны редкие тачки только сука херня полная короче но это этот план гениален для них конкретно но сунки проблем точно он не составит можно так денег заработать хотя и выполнял дополнительный миссию давайте сейчас попробуем конкретно сейчас мы эту миссию закончим и перед поездкой домой и попробую угнать он же говорю помните любую машину можно провозить я попробую кучу так у по попробую кучу привезти машину которую просто чисто рандомная посмотри сколько за нее заплатить а потом высчитаем может ли витам грубо говоря имея минимальный риск попасть в тюрьму зарабатывать большие бабки мне тут интересно я протащу эту штуку реально мы еще долго ехать до тухонь это ой давай сейчас его пробка видите ничего бля скорость у него очень быстрее но сегодня на быстро тачки катались а это еще удачка быстрее но ведь у него радиатор конкретно мощный такой все это максималка протиснув 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 смолая протиснулся управление хоть только немного кривое но в принципе неплохое то есть на высокие скорости можно ввозить а то знаете в биташке санатов с которой машина вообще себя неадекватно ведут они едут под тебя и прочее мешайте поставим то есть там награться на высокой скорости только можно на трассе где мало машина тут можно прям в городе конкретно хотя нам даже будут раз но там машина у меня много в этаж гораздо меньше хотя может ошибаюсь опять в порт приехали так понял а для рукой тему вообще нужны машин ты или как оставьте машины платформе соберите продать его руку выйти а это дырек я говорю про свалку они про вот эту херню два косаря за одну тачку блять так еще знаете чего еще же тот же вторую спиздил получается этого 4 нахуй мы этими сигаретами то вот вообще торговались я не понимаю натуре можно было просто взять эти машины и все и никто бы никого не убил никто бы никого не перестрелил никого бы повески вот это вот мишуры когда который копам будет интересно не происходило то есть мы просто любали папа изи вы могли деньги поднять но видимо джо и вита не ищет легких путей им конкретно важно вот сигареты и прочее вот этот хоть знаете это было очевидно потому что не опять же не одна же группировка в городе находится поэтому все-таки не знаю почему же об этом не видел но конечно она надеялась на то что он всех подчикает но опять же вдруг там не знаю подъедкой большая группировка и всего-то двое чуваков так легко убить вот причем кстати довольно странно что копы вообще в этой миссии нас никак не побеспокоили только единственно что они у нас сигареты покупали а так принципе все хорошо the news unit to hear новости которые ты хочешь слышать да я бы хотел такой канал уметь где показывают реально новости которые я хочу услышать потому что я ну новости еще редко смотрю а уж правильные новости которые смотрят но не знаю как меня не особо интересует что-то уже начал запиздить запиздился дать пока послушал песенку 50-х годах на набор очень популярен только не это сука схему мы знаем смотрите как откопов угнать вот так вот делаем они выходят и мужем крутая схема я говорю реально работает блять все оторвались пожалуйста никаких проблем с копами теперь у нас нет теперь я говорю такая схема гораздо крутая так открыли все пришли это эти нам нужно the world once дики одинокий но слава тебе а это тот чел тупые наркоманы они нас надолго запомнят молодцы ребята вот ваша доля спасибо иди мы сегодня тебе еще нужны или уже все бля он кажется сначала к удобным сегодня все если что я вам позвоню но мне показалось он таким добрым минус 2 косаря так мы вообще заработали за сегодняшний день чего-нибудь или нет берегите себя сэр да ты не сомневайся мы до себя побережем а где выход из этой конторы делом здесь да короче я так и не понял мы заработали хоть что-нибудь тут или нет походу нет ладно отправляемся на нашей машине домой собственно говоря сохраняться и день мита удался наверно немного 740 баксов но у нас было вроде 200 там заплатили какую-то часть все-таки но буду да буду скажем так надеяться на то что нам заплатили а так на самом деле дело какой-то гиблое было изначально то есть я ожидал что все примерно закончится похожим образом но по крайней мере нас не посадили то хорошо копы были в этот раз на нашей стороне но завтра в новостях я уверен будто мафиотский переполох это стопроцентно тоже такая перестрелка читает барра стреляли это считай подожгли его молотом плюс еще и убили всех его собственников как я понял давай 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 заезжай уже колыма гребаная эта тачка видимо хоть иного поколения но это очень медленно давай 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 быстрее ёпте давай дед бур так ладно опять же говорю уже с ума схожу начинаю потому что ну не знаю миссия это довольно было скучновато к моему мнению экшен хоть и был но как-то не очень много но она сейчас мы отдохнем и собственно говоря на этом серию и закончу а пока пока мы приезжаем хоть я надеюсь что мы уже близко к ней я хочу с вами попрощаться хочу чтобы вы были крутыми пацанчиками конечно же подписывались на мой канал с поставили лайк и посмотрели еще другие части мафии 2 то есть плейс найдете описание как всегда мы недавно прошли киберпанк советую посмотреть полностью по лист если вы не смотрели да иди нахуй короче это я вот этой утеки сказаться что не вам сам вам так друзья респект конечно же выражают телка то это пизда просто понятна какая-то именно то телка конкретно опять же не все телки а то вдруг еще что подумать вот поставить значит киберпанк часу у нас и мафия 1 если хотите тоже есть пройденный плейлист от меня с любовью грубо говорят пройден сейчас мы свита сделала мне коненькие большие процедуры естественно с этого всего над делал помыться можно как-то помыть на свой костюм залезть и сюда можно нельзя ну ладно не будем мы тогда грязно пускай нас будет чуть-чуть перекусим я кстати сам не против классический сэндвич конечно же после такого дикого рабочего дня надо обязательно заточить сэндвич ну и как мы любим бутылочку кола естественно давайте у нас будет такой рацион утром и короче пивко вечером кола ну и собственно говоря после этого можно поспать наверное да сейчас мы посмотрим что будет но после сна а потом уже я закончу потому что я так делаю специально будешь видите сохранение там появилось вот мне обязательно хранить чтобы я потом не доезжал до всего-то бальзам и бинс что кубинцы не знаю оптал он 6 мая 1951 года день за днем одна и та же картина вита просыпаться в турханах причем одним этим одних и тех же у него есть другая одежда открытного элемент графики провести главное меню снимите трубку а снимут руку можно другой серии пацаны ну собственно говоря я все сказал и хочу сказать вам только пожелаю удачи вам всем наскорую всем пока чтобы все короче такая телка была каждого либо 1 либо 2 там он справа чувак короче ноги он свесил типа носки так у сидит ладно всем привет дорогие друзья с вами орала тв я хочу сказать по поводу конкурс так как наш канал довольно маленький еще мы будем делать маленький конкурс конша прохождения каждой игры а именно как я уже говорил ранее в некоторых других видеороликах это будет 500 рублей после окончания любой игры так что для того чтобы принять участие в конкурсе любые игры а я напоминаю то что можете принимать участие в разных играх и выиграть этих рублей до подгончик небольшой но потому что наш канал что к развиваться потом конкурса будет больше для того чтобы принять участие вам нужно сделать репост в любую социальных сетей поставить лайк под любым видео и написать в комментариях я участвую ну и оставить там специальные сети чтобы я смог с вами связаться после того как конкурс закончится это все требования поэтому если хотите принять участие то выполнить эти действия